Перед вами второй том медицинского курса, первый урок. Начинаем. Так. Ассаляму алейкум. Вау, у нас будет эспэ. Рахматулллахи. Это у нас маатух. Я же сана, мухаду. Поэтому он тоже будет дамы. То есть не только мир вам, но также милостов. Дальше лову опять эспэ. И баракятуму, глоба засламения, кумангуту и дампа. Маатух. Дальше ям. У алейкум салям, рахматулла и баракятум. То же самое. Тоже раздается. Как вы делаете у устала? Речь в данном случае у нас идет о твоей дела. Это у нас будет идопа. Мог тогда означать. И кайфон соответственно хават. Я привел к обращению. Устагу у нас будет мунада. Мун пишем дальше. Ла аль ля ка или хо и рель. Надеюсь все хорошо. Или возможно ты хорошо. Так. Открываем. Правила. Правила ко второму тому. Звонить на скайп. Если не понятно ошибка в домашнем задании. Также вот он. Внимаем для домашних заданий. И. Как это будет все происходить. Пишите написать. Общую. Потом фоткайте. Домашние задания. И. Отправляйте по почте. Пишется. Домашние задания. Только синий паспорт. Четко и разборчиво. Так. Урок 1. Предложение. Первое правило. Инна и ее сестры. На арабском. Инна. Ва ахава туга. Инна это. Прилог. Переводится по истину или по истине. Это предлог. Приходит только. В начале. Дюны истиней. То есть. Только в начале. Имена его предложения. Дальше. Делает муктаду своим хабаром. Своим истином. А. Хабар муктады своим хабаром. Дальше идем. У. Исма фатха. А. У. Хабара. Дамма. Дальше. Смысл этого предлога в арабском языке. В любом предложении. Это. Усиление. Да. То есть. Усиление смысла предложения. Давайте возьмем пример. ХАМИДУ. ТОЛИБОД. Вот она. Простая дюбля СМИ. Переводится. ХАМИД. Студент. Здесь как обычно. ХАМИД. Муктадан. ТОЛИБОД. ХАБАР. Дальше. Попробуем внести в это предложение. Инна. Да. Уже будет вот так вот звучать все. Инна. ХАМИДА. ТОЛИБОД. По истине. ХАМИД. Студент. Как видите. Здесь уже нету ни муктады. У нее ХАБАР. Есть только ИСА. Инна. И ХАБАР. Инна. Разбираем. Инна на арабском. Будет так ее разбор. ХАРПУТ ТОЛКИДИ. Он нашли. То есть предлог усиления. И ПАТХИ. Дальше. ХАМИДА. Это будет ИСАН. И ПЛАВИБОД. Это будет у нас ХАБАР. ИННЫ. Дальше. Подсказка. Если пришел предлог. ИННА. В предложении. То не ищите муктаду. И ХАБАР. А наоборот. Еще течет. Это ИСАН. ИННЫ. И ее ХАБАР. Дальше. Теперь. Пошли у нас. Сестра Инна. Самая первая сестра. Это. Анна. Тоже самое. Перевод. Поистине. Поистину. Это такой же предлог усиления. Как и ИННА. Все то же самое. Те же примеры. Просто разница в харакатах. И вот эту разницу возьмем позже. В ближнем середине. Второго тома. То есть. Есть случаи. Когда говорится. Анна. Есть случаи. Когда говорится ИННА. Все зависит от предложения. Это возьмем позже. Дальше. Второй. Вторая сестра. Это. ЛЯЛЯ. Вот. Которая у нас сейчас пришла в тексте. И доводится. Возможно. Вероятно. Может быть. Возможно. Вероятно. Может быть. Смысл этого предлога в предложении. То есть. Если вы увидите это предложение. В котором есть ЛЯЛЯ. Уже. Должно понять. Что в предложении идет. Смысл. Надежды. То есть. Человек. И дальше. Надежды. На желаемое. Или. На несовершение. Нежелаемого. Примеры. На то и другое. На оба смысла. ЛЯЛЯ. 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 АЛЬМУДАРРИСА. Мария Бон. Возможно. Учитель. Больной. Или заболел. Да. ЛЯЛЯ. На арабском. Звучит так. ХАРПУТ ТАРОДДЖИ. ХАРПУТ ТАРОДДЖИ. Привок надежды переводится сокращенно хатар, аль-мудар-риса, это у нас будет писем, и мали-дум, это у нас будет хабар. До этого не сказал, потому что на имену сокращенно будем писать хатар. Дальше, второй пример. Возможно, экзамен, может быть, да, экзамен будет тяжелым. Ла-аля, у нас тоже харфу-тароджи сокращенно хатар, аль-имтихана, у нас будет писем, ла-аля, и суагун, хабар. Теперь, ла-аля-ль-мудар-риса-мариду, это предложение, это предложение указывает на надежду, свершение желаемого, а ла-аля-ль-имтихана, суагун, это у нас идет уже примерно на несвершение нежелаемого. Дальше идет, Ка-анна, третья сестра Инны. Ка-анна переводится подобен как будто, да, и, как понятно, это с перевода, здесь у нас идет смысл уподобления. Давайте возьмем пример. То есть, когда что-то, кого-то, чему-то уподобляет. Ка-анна Аббасан Асадун, да, допустим, есть такой парень Аббас, он очень храбрый, как Эф, не чувствует страха, и перед кем, да, и о нем говорят, Ка-анна Аббасан Асадун, Аббас как Эф, или Аббас подобен Льву, или Аббас как будто Лев. Ка-анна в разборе Харфут Ташвих, заканчиваем Хайташ, будете писать в разборе, дальше Аббасан это Исен Ка-анна, и Асадун это Хабар Ка-анны. Дальше, второй пример, похоже, Ка-анна Гу Побейбун, как будто он врач. Ка-анна тоже самое Харфут Ташвих, Агу уже будет Исен, и Побейбун это у нас будет Хабар. И как заметили, то, что у Исма Ка-анны во втором примере Дамма, мы сказали, что у Исма должна быть по идее Хабара Дамма, но в данном случае у нас Агу является местоимением, Маутеп, местоимением, Харакаты не меняются, здесь Хатфа будет Думе. Дальше, четвертая сестра, Лякинна это Лякинна, переводится но или однако. Его смысл, это противоречие смыслов до и после Лякинны, противоречие смыслов до и после Лякинны, то есть то, что после Лякинны, это не то, что было до Лякинны, сейчас поймётесь примером. Не ушёл Ясер, но и однако, что, Хамид ушёл. Давайте разберём это предложение, Ма у нас будет отрицательный предлог, Дагаба будет у нас глагол, Ясером Фаайль, Вау будет СП, и Лякинна на арабском Харфусь Тедрок, да, переводится в предлог противоречия смыслов до и после Лякинна, будет и без отехать Ист, сокращённо, дальше Хамидан, это будет Исом Лякинны, Дальше, Дагаба глагол, Упалю, Далён Гаотю, вместе это маленькая дюмля, Ялея будет Хабаром Лякинны, дальше, и последняя сестра Инны, это у нас Лейда, переводится «если бы». Смысл этого предлога – мечтание о чём-то невозможном, или возможным, но трудностью, да, большой натяжкой. Пример, Лейда, Зейдан, то Ирун, если бы Зейд был птицей. В данном случае у нас это невозможно, человек никогда не сможет быть птицей, значит, здесь указывается, на что, на мечтание человека о невозможном. Лейда у нас будет Харфух Тамани, сокращённо Хэтам, Дальше, Зейдан будет у нас Исм, Лейда, и О, Ирун, это у нас будет Хабар Лейда. Дальше, второй пример, Лейда, Ахмако, Надяха, если бы глупый, преуспел, то есть, имеется на издание. Лейда у нас будет Харфух Тамани, Аль Ахмако, у нас будет Исм, Лейда, и Надяха глагол, Иупалю, Далён Гуа, и всё, веки, эта маленькая дюмля, будет Хабаром Лейда. Всё, на этом правила остановим. Зейдан, Дальше, Зейдан. Ла Алла, у нас будет Харфух Тарожжи, Кауна, у нас будет Исм, Ла Алла, иди, Хойли, Мжар Маджру, Хабар, Ла Алла, Дальше, Алхамдуллеллах, Аллаху, Аллаху. Аллаху, 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 Гор Маджру, Хабар, Макайфа, Халюк, Анта, Яга, Шима, как выдела Ол Хашем, у нас будет Исм, Кайфа, У нас Хабар, Халюк, у нас будет Италфа, Мактада, речь от выдела, Ант у нас будет усиление, называется, Талкиль наарабском, Талкиль, Это правило у нас будет в начале третьего тона. Я ГАШИМО у нас будет. Я привел к обращению ГАШИМО МОНАНА. Дальше. АНА ОХИБУ КАКАТИРАМ. Я тебя сильно люблю. АНА у нас будет. ОХИБУ ГЛАГОЛ. ЕГО ПАЛЬУ ЗАЛЕН АНА. ПАЛЬУ ЗАЛЕН АНА. КАБУТ МАКФАУЛИ. ЕГО ПАЛЬУ ЗАЛЕН АНА. ГЛАГОЛ ОХИБУ СЛОЖНЫЙ. Вы его пока не знаете. Будет в третьем тоне. Дальше. КАТИРАМ у нас будет. Тоже пока не разбирается. А так для пользователя у нас ПАЛЬУ ЗАЛЕН. Я привел к обращению ГАШИМО МОНАДО. ИННА КАТО ЛИ БУН ДАКИЮН ВО МОЧТА ГИДУН ВАКРУ ХУЛИ В КАНУ ПЕСТ. МЕТЫ СТУДЕНТУНЫЙ ТРАТЕЛЬНИЕ ОБЛАДАТЕЛЬНЫЕ ПОМАДАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАДАТЕЛЬНЫЕ ПОМАДАТИМ. ИННА у нас будет. ХАРПУ. Вот читая еду, у нас будет мартуб, вяжется на дакин, то есть студент какой, старательный, умный, дальше вау опять у нас сп. Зу холю кин, у нас будет еду по мартуб. Теперь по поводу слова зу. Зу, это слово переводится обладатель, хозяин, несколько смыслов имеет. Она всегда, особенность, то что она всегда, это слово всегда могло. И как видите в примере, здесь у нас в этом углу делаем учебники. Дальше. Амин, Бакистана, Анта, Ам, Минальдин, Яга, Шима. А ты из Пакистана или из Индии? А у нас будет вопросительный премог. Мин, у нас будет Джар, Бакистана, Маджру, все вместе, так как это Джумля и Смей, это нам будет Хабар. Анта, о тебе речь. Значит, я думаю, сколько-то да. Дальше. Ам, это из П, переводится или. Дальше. Мин, Нальдин, это Джар, Маджру, Бакистана, Вяга, Шима. Вяжется на предыдущий Кабар. Дальше я, первое к обращению, а чем ему надо. Инни, Минальдин, две точки, должно быть. Поистине, я из Индии. Инна у нас будет Харф, Уталки, Дионасби, Хатэн. Я у нас будет, это Исэм, Инны. И Минальдин, две точки, это Джар, Маджру, Хава. Так, дальше. Так. А, твой друг, который вышел сейчас из класса А, он тоже из Индии. Интересное предложение, Ла, у нас СП, замерил бы, у нас речь, то есть твой одноклассник, а не речь, это значит, у нас будет вопрос, да? Дальше. Аль-Ляди, у нас Сэйфа, то есть, тот одноклассник, какой? Ответ, который, да? И вот это вот все вместе у нас будет Джумля, Ссиля. Это будет Джумля, Силля. Дальше. Писмотрите. а у нас будет вопросительный тюрьм, айбон не разбираем, дальше минальгинди это у нас будет джар маджурул хабар, и все вместе это маа, ника, джюмля и смии у нас будет хабаром, муктады, замилюка то есть основа предложения, то есть минимальная это что у вас замилюка агуа айбон минальгинди если без сифу прочитать это предложение, оно вот так будет звучать дальше ля инна гу минбакистана, нет поиски он из пакистана, ля у нас будет ответный крыбок инна у нас будет харфу, талки, дик, ваннасви, гуна будет исым, инны, и минбакистана это у нас будет джар маджурул хабар, инны дальше инна, саhare телка, джамиля утон, я хашима поясни, твои часы красивые, у хашим ИННА УНУ БУДЕТ ХАР ПУТОЛКИ ДИВА НАСВИ ДАЛШИ СААТАКА ИГОВА ИСМ ДжАМИЛА ТУН То у нас будет ХАБАК ИЯ НИДА АШИМУ МУНАДА А МИНАЛЬЯБАНИ ХИЯ АНИ ЯКОНИ А у нас будет вопросительный перелог МИНАЛЬЯБАНИ ДЕРМАДЖУ ХАБАК ИИ у нас будет МОПТАНААК ЛЯ ИННА ГА У нас будет ответный перелог ИННА будет ХАТЭН ГА у нас будет ИСМ ИННЫ ИМНАЛЬЯБАНИ ДЕРМАДЖУ ХАБАК ИНЫ Итак Теперь У нас пришло новое правило Открываю Называется она Исэмманкус Исэмманкус Что это такое? Это слово, на конце которого удаленная буква Я То есть буква Я есть удаленная на конце Но вместо нее есть Танвинкацра То есть две кассры И эти две кассры указывают на то, что Здесь была когда-то удаленная буква Я Возьмем пример Допустим, есть такое слово Голин Голин переводится Дорогой В основе это слово должно было Подписаться, как вы видите в скобочках Голин Но Арабы это слово говорят С удаленной буквой Я Голин Дальше, Голин, судья переводится Тоже в основе должно было быть Голин Дальше, Мадин переводится Прошедший В основе Мадин Высокий Должно было быть в основе Алиюн Теперь смотрите Особенность Исма Манкуса заключается в следующем То, что Эта удаленная буква Я иногда появляется Если Исм Манкус будет Первое Если он будет с Алифлямом То есть, любой из этих слов, если придет с Алифлямом То в томатом буква Я появляется прописи Допустим, Аль-Голи уже становится Аль-Коди, Аль-Мади, Аль-Али Дальше, второе В женском роде То есть, если точнее, если на конце придет та Марбута Как допустим Голи-Ятун Коди-Ятун Да Голи-Ятун Дорогая Коди-Ятун Женского рода Мады-Ятун Прошедшая И Аль-Ятун Высокая Дальше Третий случай Если Исм Манкус будет Мобофой Подчеркиваю Мобофой А не Мобофой Как допустим Коди-Мадката Судья-Метки Да Здесь я тоже возвращаюсь И вот последний Случай Четвертый Вы его редко Где найдете Если будет Накерой Если Исм Манкус будет Накерой На конце у него Если будет Две фатхи То Буква Я Возвращается То есть, если будет Накерой Двумя фатхами На конце То Буква Я Возвращается Читаю пример Роли-Ян Коди-Ян Мады-Ян И Али-Ян Все вот такое Правило Небольшое Так Разбираем А у нас будет Вопроситель Аголь-Ятун Игиня Ам Рохи-Сату Прежде всего Перевод А дорогие они Или Дешевые А у нас будет Вопроситель Игиня Дальше Голь-Ятун У нас будет Хабар И Гия У нас Моктада Ам Уэспет И Рохи-Сатун Это вяжется На Хабар И поэтому Тоже на конце Будет Две Дамы И это у нас Будет Марту Дальше Не Рохи-Ятун Йил-Ятун Поясни face Дешевые Очень Энна Хэтэн Арфуталкий Деонас Би А У нас будет Ис-Ян Рохи-Сатун У нас будет Хабар И Джидан Пока Не разбираем для пользы это мафаролих макфляп. Дальше Иннаа Би Ми Ати Кроу Би Я Тин Поистине они за дословно 100 рупий здесь по переводу красивее будет, как переведено если за поистине, они за 100 рупий а не только за 100 рупий Так, теперь Надо открыть правила. Правила цифр сто и тысяча на арабском. МИАТУ и АЛЬФУ. Давайте посмотрим пример. МИАТУ ТОЛИБИН для мужского рода и МИАТУ ТОЛИБАТИН для женского рода. МИАТУ это у нас АДАТ число и ТОЛИБИН это у нас МАДУ. Исчисляемо или то что подсчитывается. Дальше. АЛЬФУ ТОЛИБИН для женского рода. АЛЬФУ АДАТ ТОЛИБИН МАДУ. АЛЬФУ ТОЛИБАТИН для женского рода. Читаем правила. Первое. АДАТ МАДУ в ЭДОФЕ. То же самое как и в цифрах, которые вы висите здесь. Даже слова МИАТУ и АЛЬФУ используются для обеих родов без изменений. До этого правила нету в цифрах от 1 до 10. Здесь АЛЬФУ всегда в мужском роде и АЛЬФУ всегда в женском роде. Без изменений. Третье. МАДУ. Точнее если это МАДУФ и ЛИБИН по разбору. В единственном числе. Это тоже противоречит правилам цифр от 1 до 10. Там был МАДУФ и ТОЛИБИН допустим. А здесь уже по-другому. МАДУФ в единственном числе. Всегда. Дальше. Тему мы взяли. Теперь смотрите на слово МИА. МИА. Если убрать харакаты, то можно это слово прочитать как МАА. МААТУ. Да. Вот это ТАЛИФ. Откуда он взялся? История ТАЛИФа заключается в следующем. Давно-давно-давно-давно-давно. Когда еще. До того как пришел правил Мухаммад. То есть. Больше полторы тысячи лет назад. У грабов. Они когда писали. Что-либо. У них не было харакатов. Сейчас нету. Раньше тем более. Раньше еще не было точек. Точек не было. Ни харакатов. Ни точек. Ни харакатов. И. У них были проблемы в написании между некоторыми словами. То есть. Они путались. Как. Допустим. Вот я вам написал первый пример. Есть такое слово. МИА. И. ФИА. Да. Допустим. Если шрифтом писать. Вот так будет. Красиво. Раньше. Если кто-то из вас. Может видел. Рукописи древние. Там очень. Некрасиво. Бочерком. Все обычно писалось. И. Между. ФИА. И МИА. Вот как вот. Вот здесь. Не было никакой разницы. Я вам. Примерно. Так же. Некрасиво. Нарисовал. Как это. Примерно. В древних книгах. Пишется. Вот. Теперь. Смотрите. Вот. Допустим. Представим. Что мы. 1500 лет назад. Живем. Среди арабов. Смотрите. Харкатов. Нет. Не ставится. Дальше. Точки. Тоже. Не ставились. Хамза. Тоже. Не ставилась. Ничего не было. Как выйти из этой ситуации. Как весь из двух. Вот этих слов. Понять. Где МИА. А где. ФИА. Что они начали делать. Они начали. Добавлять. Букву. В слово. МИА. В какую букву. Олив. Олив. То есть. Получается. Он пишется. Но. Не читается. Суть его в чем. Чтобы сделать. Разницу. Между словами. ФИА. ФИА переводится. Как группа. Группа людей. А МИА. И. Чтобы. Делать. Разницу. Между словами. И. ФИА. Вот такая. История. Небольшая. Похожее. Слово. Вы встретите. Дальше. Смотрите. РАНМИМРО. Это. РУМАР. И. РАНМИМРО. Это. У нас. Уже. РАМАР. Видите. Написание. Тоже. Одно. И. В данном случае. Харакатов. Харакатов. Нельзя было писать. Потому. Что. Все писали. Без. Харакатов. И. Тоже. Чтобы. Извыть. Ситуации. Чтобы. Не путать. АМРА. И. РУМАР. А. Они. В слове. АМР. по. Уже. Харакатов. И. Дальше. ХА. У нас будет. ИСН. БИ. Это. У нас будет. ДжАР. Как мы сказали. С цифры. С 100.000. БИДОФ. И. БИДДОФ. И. ДОФА. БИДДОФ. БИДДОФ. И. у нас будет хабар. По поводу слова «фахот» разбор будет позже. Дальше. «Кам ахон лякая хашиму? Сколько тебя братья о хашим?» «Кам» у нас будет «моктадам», «ахон» это у нас «тамис», «ляка джармадеру хабар» и «янида хашиму» у нас будет «монада». Дальше идем. «Хашим» отвечает. «Ли саля сату и хуатин? У меня три брата». Речь о трех братьях значит «ли джармадеру хабар» и «саля сату» и «хуатин» это у нас «идо», «памутада» извиняюсь. Дальше. «А то ля бун гун?» А они студенты. «А» у нас будет вопросительный предлог. «Ля бун хабар» и «хун» — «моктада» речь о них. «Ля инна гун?» «Туджарун?» Нет, то есть они торговцы. «Ля» у нас ответный предлог. «Инна» у нас будет «хэтээн», «харпуталфиде» у нас «ведь». «Гун» у нас будет «моктада» и «туджарун» — это у нас «хабар». «Вакам ахун лякая», «Вакам ухтан лякая». «И сколько у тебя сестер?» «Ля» у нас будет «эспэ», «там» у нас будет «моктада», «ухтан» у нас будет «тамис» и «ляка джармаджру хабар». «Хачем отвечать?» «Ли арбару ахаватин». «Мена четыре сестры». «Ли джармаджру хабар» «арбару ахаватин» и «допа моктада». «Отс 두 помеха». «Тамс золок. Вовремя моктада». «Вакам ухтан лякая» « хабар 2 при желании. Хабаров может быть много, но тогда нам только одно. Дальше. ЛЯ ИННА ГУННА ГУНА БЕЛМАДИНА ТЕЛЬМУ НАУВАРАТИ МААА АДИЛ ВАУНМИ. Нет поистине АМИ. Здесь, в Ниндии, в Учезарной, вместе с моим папой и мамой. ЛЯ у нас будет ответный тревог. ИННА у нас будет Харку Талкиди УНАЗБИЛ. Дальше. ГУНА у нас будет МОПТАДА А. ИСМ, извиняюсь. ГУНА АИСМ. Дальше. ГУНА А. Здесь это у нас будет Хабар. ИННЫ БЕЛЬМАДИНА ТЕЛЬМАДИНА ТЕЛЬМАДИЛ ВАУНМИ. АЛЬМАНАУЛ ВАРАТИ, это у нас СЫФА МАЖРУРА. И МАА. Мудоф, Аби, Аби Мудоф, Я Мудоф и Лейди все вместе, Аби будет Мудоф и Лейди для слова Маа, и все вместе это двухэтажно, Идофа будет Зах, Хабар 3, УАУ СП и УНВИ у нас будет, это Идофа Ма-Ту. Дальше. А то Либа Тун Гунна, а не студентки, а у нас будет вопросительный предлог, то Либа Тун у нас будет Хабар, и Гунна у нас будет Мудоф и Ля Инна Гунна Мударли Са Атун, Биль Медроса Ти Са Нау Я Ти. Нет, а поистине они, это учительницы в школе для старших классов, Ля у нас будет ответный предлог, Инна у нас будет ХТН, дальше Гунна у нас будет ИСН, Мударли Са Атун, это у нас будет Хабар, Инны, Биль Медроса Ти Джар Маджу Хабар 2, и Хана У Я Ти, это Сифа Маджура. Так, на этом закончились упражнения, так, теперь смотрите, первое задание, все с Харакатами, без разбора, дальше идем, второе, то есть я сам даю задание, так, второе, 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 второе отменяется, третий за учитель, что здесь произошло, Вот здесь, Инна плюс Гуа, получается Инна Гу, Инна плюс Гея, получается Инна Га, и вот это вам надо будет все заучить, это важно. То же самое, вместо Инны могут быть любые ее сестры, не только Инны, может быть Ля Алля, уже будет Ля Алля Гу, Ля Алля Га, Ля Алля Ка, и так далее, дальше. Упражнение номер 4 требуется ввести Инну, ввести Инну, так же, как это было в предложениях, которые вы видели в первом росте. Дальше идем, то есть смотрите, когда будете с черта делать, вам должно помочь третье упражнение, которое вы заучили, дальше. Пятое, пятое, просто прочитать, ознакомиться с примером, то есть смотрите, Альман Гарли, Сон Дяди, учитель новый, уже в следующем приложении, на этой же строке, зашла Инна, на это приложение, уже стала как Инна, Альман Гарли, Сон Дяди, и точно так же в остальных двух примерах. И шестое, надо ввести Инна в эти приложения, по примеру пятого упражнения. Не сложно, дальше. Седьмое, седьмое интересно, смотрите пример, первый. Сейчас вы помните, что надо делать. То есть, здесь надо дописать по примеру, ваше задание, дописать по примеру, и давайте немножко вольемся к примеру. Аминалинди анте аммин Бакистана, а ты езин дели из Пакистана. Второй пример. Апабибун анте амм Маганрисун, а ты врач дели инженер. Теперь, из этих трех слов, надо составить похожие предложения, вопросительные. То есть, допустим, у вас идет ты, старательный, лентяй. То есть, надо что сказать, а ты старательный или лентяй. По примеру. Не отходите от примера. Дальше идем. Восьмое. Кстати, второй том богат домашними упражнениями, разбором. Очень много практики будет в этом томе. Восьмое. Так, вот тут хорока тоже поставили. Поэтому просто переведите самостоятельно, устно. Дальше идем. Кстати, советую использовать... Я не подготовил словарь для второго тома. Поэтому советую использовать словарь Баранова, электронный для смартфонов. Есть он в плей-маркете. Очень хорошая, полезная вещь. Очень облегчится вам поиск слов. Могу Харабски. Дальше. Девятое. Давайте, смотрите. Девятое. Дописать по примеру. Давайте, поймем пример. Смотрите. Первое. Гада Толиба Ту Холюхами. Это студент, обладатель Рава. Дальше. Теперь смотрите. Сразу снизу женский род надо сделать. Гади Толиба Ту Рату Холюхами. Раду это обладательница. Да? Женский род, а слово друг. Теперь. От этих двух дальше идет нужный слог. Смотрите, как произошло. Гади Толиба Ту Холюхами. И женский род. Гади Толиба Ту Холюхами. Да? ЗАУ. Это множество слова Дзу. И ЛЯВАТУ. Это множество слова Дзету. Теперь. Вот вам начало есть. Да? Каза Роджи Улья Зу маленькая. Филин. Поясняется. Мужчина обладатель большого имущества. Это предложение надо сделать в женском роде. Потом от этих двух вывести надо, как вы видите по этим двух примерам, множественное число. Дальше. Несложно. Десятое. Десятое надо ввести ЛЯЛЯ. ЛЯЛЯ. Вот когда ЛЯЛЯ будете в воде, помните, что есть упражнение номер третье. Есть упражнение номер третье, где у нас было именно плюс все четырнадцатые стремления. Дальше. Одиннадцатое. Одиннадцатое правило посвящено ИСМУ Альманкуфу. Да? Это ИСМУ, у которого на конце удаленное Я. Так, что от вас требуется? Смотрите. Вот сюда, в эти четыре пусты, надо вписать подходящий ИСМУ. Манкуфу. У вас два варианта. Или ОЛИН, дорогой в мужском роде, или ВОЛИЯТУН, дорогая в женском роде. Каждый из этих двух слов подходит к одному из предложений. Сами определите. И когда будете вписывать, определяйте, какой здесь требуется, какой требуется рог. Дальше. Двенадцатое. Двенадцатое. Очень интересное упражнение. Вот эти цифры, которые написаны, вам их надо написать прописью. Письменно. И, учитывая правила, Адада, ИМАДУДА, цифр 100 и 1000. Вот они два примера. Чтобы вы не помнили, несложно тоже. Так, тринадцатое отменяется. И на этом рог заканчивается.